Семья. Комсомская правда в каждом номере пишет про семью, про институт семьи, про то, что самое главное – сантименты, про то, что самое главное – любили люди. Я сегодня пригласил моих сотрудников, наших сотрудников, моих товарищей по программе «Чудовище Башонг» по рубрике, не знаю, как это называется. Это Юра. Он утверждает, что видел меня много раз в непотребном виде. Ты сентиментальный парень. Семья, для тебя – что? Ну, во-первых, я сам женат. Вот он и лишил надежды многих парней. В обмерзительном состоянии, в обмерзительном состоянии, в чудовищной ипостаси семья придет и спасет тебя от всего этого, несмотря на то, что ты, извините меня… У тебя было так? Да, да. Если жена твоя не права, ты хочешь убить ее, как ты подсыпаешь? Иногда получается. Это его рабочий инструмент, поэтому я… У меня уже два микрофона работает. Но я сегодня такой шонпен такой. Теперь нужно же его предварять, вводить его туда, куда нужно… Вот семья, когда говорят, что все вопят в угол, что семьи нет. На пороге уже к этому злочастному 2012-му, когда там все у нас перевернется с головы на жопу, а как раз сейчас, во время таких сверхтехнологий, скоростей именно и на семью нужно ставить. Значит, сдохнем все вообще. Я должен идти, меня зовут Влад Топава, зовет. Сад такой, семейный завет крестных, пусть ко мне подойдет. Леня Козлов – это лучший друг сегодня врачующегося, врачующегося нашего друга Миш. Семья для тебя, что это такое, мой друг? Семья – это, я думаю, все. Козлов, когда вы ссоритесь с женой, что происходит? Кто первый мирится? У меня есть произведение, что вы? Нет. Ссоры во мне что-то зажигают, какой-то огонь. Алексей Ковальчук, человек, которого не любить, всякая шмелька. Вообще, я считаю, что это как, знаешь, как весь мир делится на тех, кто евреи и кто не признался. И кто у Рузины мы, да. Да, да. Поэтому прийти и попросить у слабого прощения – нормально. Есть такие девушки, женщины, которые сами говорят, мне пока не еб**шь, я не успокоюсь. Есть такие. Парень, который показывает свою силу с помощью хорошего хука, он Сергей Лазарев. Какое значение имеет семья такое, чтобы люди хорошие, например, я, вы… Ну, только два хороших человека здесь. Да, да, да. Почему нужно любить кого-то, чтобы быть уверенной в семье? Ну, наверное, это какая-то опора. Уверенность, возможно, не в себе больше. У вас лично в жизни что? Ничего, я одна, ращу дочку. Я за ней ухаживал 40 минут безуспешно. Это Миша, а та родичка, что нашли. В какой момент решаешься жениться на девушке, которую любят? Буквально решил через максимум месяц после нашего знакомства. До Дины все домотерпимости были, конечно. Да, да, да. Диночку я знаю несколько лет, и я для себя ее называю Джоли. Семья нужна для продолжения рода, прежде всего. Семья нужна для того, чтобы, как вот у нас учили, так сказать, в комсомольской правде, вот, и в комсомоле и в партии – это ячейка нашего общества. Я снимаю, старый, подожди. Вот видишь, Сашу обосрал его же артист, мой друг. Это моя любимая группа «Тарушки Интернешнл» и «Банушки». Я ему говорю, не звони больше. Я лично это продюсировал его. Ну, старика жизнь заладилась, деньги потеряли к Лерико, я ему сказал, что больше не звони. Эту рубрику мою, к сожалению, для вас, для всех, смотрит 35 миллионов в день. Семья для тебя- что? Мы. Что, что, что? Мы, мы. Его сыновья, бузатеры, заблуденные враги дисциплины соврали, съемка чуть не… Окей, журнал «Хэллоу» или «Охэй», «Окей». Какая съемка была? «Окей» или «Хэллоу»? Гламурный. На обложку. Гламурный он-нибудь. Ты трезаешь? Да. Молодец. Арсен, который поклонник молодых девушек красивых. Семья важна человеку нынешнему? Конечно. Чеченцу, грузину, эстонцу, киргизу. Чем она, зачем она важна, если все смеются над ней? Нет, она важна. Это поднятие. Семья – это внутреннее благосостояние. Как бы, если да. Андрей Малахов, программа не для тебя, пожалуйста. Кирилл Андреев, который свою супругу, свою супругу любит, любил. Почему? Кроме тебя я не могу назвать в нашем бизнесе. Никого, кто бы так… Ну, ты и Матвиенко. И Осень Брихожин тоже очень любит. Я имел в виду звезд. Жить с симпатичной девушкой, но недалеко и очень тяжело. Я скажу, она даже очень интеллигентно относится к поклонницам, которые приезжают ко мне. Она говорит, вот сейчас Кирилла я разбужу, он выйдет к вам, даст автограф. Сегодня просто так. Я хотел, чтобы сегодня приехал мой Бертолуччи и снял моих товарищей. Чтобы не снял товарищей, а снял интервью. Потому что не нужно снимать, уже все время снимать крупным планом звезд. Все понятно, что они скажут. Пи***т и пи***т без конца, е**ые. А рожа, конечно, не прийди, господи, непонятно. В какой момент наступает такой, когда ты принимаешь ощущение, что он должен быть именно твоим мужем? Тогда это… Ну, в тот момент, когда он задает вопрос, будешь ли ты моей женой. Последний этаж, небоскреба в Майами, джакузи. Почему именно она, скажем? Потому что все лучшее, что есть в людях, есть в ней. Почему русская девушка считает, что эта семья должна быть только с ним во главе? Потому что я его люблю. А следующая песня, прикинь, я только во фиге, я только что нашли. Эта группа была, есть и будет вечной. Потому что она умеет петь про то, что она, когда она вырастет, будет знать, как песня под названием «Прощай». Там про любовь. Это моя песня «Кто не танцует, тот Анжелика Акурбаш». Дима и Дина, для вас группа «Иванушки интернет» начнут. Чудовище в вашем городе снимается везде. Даже здесь, где децибелла больше, чем умных мыслей.